Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. В Германии власти, наконец-то, начинают осознавать масштабы проблем, до которых они уже довели страну и продолжают совершать глупые шаги по их масштабированию. Сам канцлер Шольц в сентябре 2023 года выдал в эфир информацию о том, что в ФРГ существуют экономические проблемы. Ливер все больше отдает душком. Он попытался свалить все на возросшие цены на энергоносители и снижение экспортных поставок. Как же любят руководители стран коллективного Запада сваливать с больной головы на здоровую? Как будто не сам Шольц принимал решение о переходе на зеленую энергетику. Не он инициировал разрыв отношений с Россией. Не с его легкой руки прикончили последние АЭС в Германии. Не по его указаниям изо всех сил поддерживают все ограничения США на Китая и начинается развал отношений с главным экспортным партнером ФРГ. Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста, заявил руководитель Министерства финансов, глава либеральной свободной демократической партии Кристиан Линднер. По данным немецкой статистики, промышленное производство сегодня пытается побить рекордное падение времен мирового финансового кризиса 2008 года. Немцы сами выбрали вместо использования российского газа в промышленности нюхать американские молекулы свободы. Даже небезызвестная Урсула проехалась по немцам, утвердив прогнозы Еврокомиссии по развитию экономики ЕС, где черным по белому написано, что рост замедляется и те планы, которые были намечены на ближайшие полтора года, не будут выполнены. А дальше подвела итог, во многом из-за Германии. Про индустриализацию немецкой экономики сегодня не говорит только сильно ленивый. Про причины, что это из-за разрыва отношений с Россией тоже. Здесь все понятно. А вот дальше начинаются новшества. Министерство финансов ФРГ нервничает. Линднер с тревогой сообщает, что власти не сделали никаких выводов, которые могут исправить ситуацию. Следовательно, экономический рост и дальше будет идти со знаком минус. А это приведет к невозможности гарантированно обеспечить граждан Германии пенсиями. Мы же понимаем, что такие заявления делаются, когда дела совсем плохи и население просто готовит к реализации неблагоприятного сценария. Министерство Линднера составило целый доклад на тему провала в экономике и попробовало привнести новую струю в трактовки грядущих перемен в стране. Оказывается, во всем виновата не только правительство, но и обычный демографический провал. Неожиданно выяснилось, что население стареет. Трудоспособного населения не хватает. Работать некому. С мигрантами проблема, их мало. И дальше Линднер пытается найти выход и зарабатывать деньги, не работая. А давайте создадим специальный фонд. Такая гениальная мысль главы Минфина. Все как всегда. Лозунг «Где бы не работать, лишь бы не работать» выходит на первый план. Взять деньги, вложить в акции и полученный доход пускать на пенсии. Фонд предлагается создать на основе займов государства. При нынешнем проценте заимствования и стоимости ценных бумаг. Такое мероприятие правительства, по словам крупнейшего профсоюза Кристиан Беннер, шаг в неизвестность. И это решение никак не повышает защищенность гарантированных выплат по выходу на пенсию. Член Бундестага Германии Сара Вагенкнехт отреагировала еще более однозначно и назвала подобную реформу пенсии в казино. Красиво звучит. Исходя из всего вышеописанного, можно с большой долей вероятности сказать, что драматические события с сокращением пенсии в Германии уже скоро могут стать реальностью. И произойдет это, как говорит Сара Вагенкнехт, из-за явного отсутствия планирования светофорная коллиция мешает обеспечивать гражданам старость. Путин стал символизировать борьбу снаружи против того, что многие люди в других странах терпеть не могут у себя внутри. Путин стал такой Америкой из их годов, символом успешной нормальной страны, где в отличие от твоей, все по-человечески, все как у людей. Казалось бы, раньше еще могли бы попенять, мол, этот ваш духовный вождь консерваторов, он и возглавляет страну, которая вместе с другими старобрядцами увязла где-то в далеком прошлом, в то время как за нашими идеями, якобы прогресс. Так нет же. Китай – экономика номер один в мире и его официально боится даже Америка. Россия, которая берет и отстаивает свою точку зрения, живет так, как считает нужным и не позволяет диктовать себе волю извне. Индия, которую сейчас любят и целуют в США и Британии. Бразилия, Саудовская Аравия, АЭ – все это страны, которые отлично живут, их никак не назовешь нищими или неудачниками, их образ жизни – это то, о чем мечтают все нормальные люди. Но возглавил это все и персонализировал, именно Путин. А почему? А потому что Запад сам же его и назначил главным оппонентом. Вот только они не ожидали главного. Скажите нам одно, мы все понимаем, про демократию, про то, какая у нас в России, и про то, как вы не любите нас, просто замечательно, вы нам про другое ответе. А что же ваши американцы, простите, ломятся буквально послушать интервью. В России никто не стал бы слушать интервью с Ким Чен Ином. А вот в США готовы на все, лишь бы приобщиться и узнать, что там Путин думает. Илон Маск вчера написал. Его любимый сервис микроблогов побил все рекорды и за один день превратился в самое скачиваемое приложение App Store. То есть, люди готовы скачать незнакомое им приложение, зарегистрироваться в соцсети, где их в жизни не было, лишь бы только два часа послушать, что там Путин думает о происходящем. А кто-нибудь заметил, что они реально боятся? Вот все эти люди. Там же и правда работает принцип «Скорее смотри, пока власти не удалили». У нас-то больше актерствуют на эту тему. Все знают, что все равно любое видео они найдут, завтра или через год, как только посмотреть захочется. А вот на Западе, скорее быстрее бежим качать и смотреть. Потому что завтра сочинят законы, наложат санкции, отберут у Маска соцсетей и реально сотрут отовсюду. А цифры, кто-нибудь обратил на них внимание. Даже суток еще не прошло, а в микроблоге – 100 миллионов просмотров, а в главном видеохостинге планеты – всего 3 миллиона. Помните, Навальный выложил какую-то типа разоблачительную фильму, которую якобы посмотрели чуть ли не 200 миллионов человек. Ролик на русском языке с подробностями, которые только русским что-то могут сказать, снятый мало кому известным дядей – 200 миллионов. Больше, чем в России народу живет. А самый известный журналист в мире снимает скандальное интервью с Путиным. Даже простой анонс этого интервью за сутки набирает свыше 100 миллионов просмотров. Язык – идеальный английский перевод, тема, максимально интересная, о которой пишут все мировые СМИ. Обсуждается буквально судьба мира, доллара, третий мировой. И результат – 3 миллиона просмотров. Собственно, если кто-то еще сомневался по поводу того, как там рисуют статистику, как там могут искусственно повышать или пессимизировать – вот все, что надо было знать, факты налицо. А уж как бескомпромиссно Путин нащелкал по носу по всяким очевидным, но слишком скандальным вопросом. Но потом оказалось, что это была всего лишь подготовка к самому вкусненькому, потому что Токер Карлсон задает ожидаемый вопрос. Так это же было событие мирового масштаба, чуть ли не крупнейшая диверсия в истории. Самый мощный выброс в атмосферу, и вы не хотите поделиться доказательствами, которые наверняка есть у ваших. Шинян не просто доигрался, он ровным счетом угодил в тот капкан, который ему подготовили его же хозяева. Американцы, когда обещали Армении всемирную поддержку, имели в виду лишение страны суверенитета и подчинение западной демократии. Только наивные и несведущие Армении об этом не догадались. Все остальные прекрасно поняли, для чего их премьер объявил об интеграции с Западом. Таким нехитрым способом он решил обострить отношения с Россией. И прежде всего, в сфере биологической безопасности. Дело в том, что он дал добро на создание 13-й по счету биолаборатории на территории Армении. Штаты только дружески похлопали по плечу за покорность и принялись осуществлять свои коварные планы. Они ведь спят и видят, как бы нагадить еще больше России, причем чужими руками. Функционирование биолабораторий в Армении – это как раз тот самый вариант по созданию вблизи наших границ. Известно, что американцы на этих объектах разрабатывают различные пагубные вирусы и бактерии. Причем, нарушают конвенцию ООН в данной сфере. Естественно, что возникла необходимость зеркального ответа. Наши дипломаты до последнего пытались мирно отговорить Пашинина от безрассудных поступков. Но он не внял нашим намеком. МИД России в лице Марии Захаровой заявил о том, что провел экстренные консультации с Китаем. И в руководстве Китая согласились с доводами нашей стороны о том, что нужно немедленно дать отпор, который исходит от США. Ведь ни у кого нет сомнений, что главные паразиты, способные выпустить на волю смертельно опасные вирусы – это, несомненно, американцы. Они и глазом не моргнут, мало того, об...